окей еще раз добрый день кто не знаком со мной я александр фридмар занимаюсь разными видами психологии психотерапии уже много лет больше 20 лет и сегодня мы продолжаем с вами говорить о любви хоть в песне и пелось о любви не говори они все сказано на самом деле не все сказано есть вещи которые нужно еще раз вспомнить вспомнить и как бы уяснить для себя чем именно является любовь и каждое занятие в систем что присутствуют новые люди как я вижу мы будем делать небольшое напоминание о том на чем базируется все наши занятия все наши лекции лекции построены на еврейских каббалистических подходах на тураническом мировоззрении и мы с самого начала объясняем что весь мир как говорят наши источники весь мир создан единым всемогущим творцом творец это базисная сила которая создала весь мир из себя самого внутри себя же самого в мире нет ничего кроме этой силы и мы с вами являемся ничем другим как проявлением этой силы нету ни одного атома частицы который бы не являлся проявлением этой силы и как мы с вами знаем что атомы состоят из более из состоят из электронов нейтронов протонов и эти частицы состоят из более примитивных частиц и в принципе все эти частицы то что мы о них знаем. Кто помнит из школьных учебников, как их рисовали в виде шариков, на самом деле это не шарики, а это энергетические заряды. То есть это сгустки энергии. То есть в основе всего лежит энергия. И вся эта энергия является проявлением одной единой энергии, божественной энергии. И сегодня мы с вами будем продолжать говорить о любви. И что такое любовь, откуда она берется. Сразу хочу объяснить, что любовь, о которой мы с вами говорим, это желание давать альтруистически, не ожидая чего-то взамен. Так как мы любим наших детей, новорожденных, и потом хотим любить неноворожденных, у нас не всегда получается. Так как мы должны любить себя, любить своих ближних, просто желание давать. И здоровая логика говорит, ну как же я могу просто так давать, а мне кто будет давать? Я буду давать, я вот даю людям, а люди меня используют и не дают мне ничего взамен, и я просто истощаюсь. И об этом мы тоже с вами поговорим. Дело в том, что, во-первых, очень часто бывает, когда человек говорит, я всех люблю, а мне либо меня не любят, либо мне уделяют меньше внимания и меньше времени. Бывает такое, что у человека очень развито жертвенное начало, и эта жертвенность подсознательно постоянно говорит человеку, что если ты не будешь вот себя приносить в жертву, посвящать себя другим, то ты вообще тогда ничего не стоишь, ты вообще никому не нужен. И человек как бы самоутверждается через то, что вот он тебя так сильно любит, он тебя так любит, что у тебя уже хочется от него убежать, да, так он тебя сильно любит. И опять же получается, что он любит тебя не для тебя, а для себя. То есть из эгоистических каких-то своих целей, которые человек может быть даже не осознает. Мы не говорим, что человек плохой, не дай бог. Но просто человек не понимает, ему кажется, он любит для тебя, он любит для себя. Есть такая история о том, как один еврейский раввин к нему пришел, один из прихожан, его синагоги, и что-то там с ним о чем-то говорил, говорит, вот стали говорить о любви, он говорит, вот ты, раввин его спрашивает, ты любишь рыбу? Он говорит, конечно, люблю, очень вкусно. Он говорит, нет, ты не любишь рыбу, если бы ты ее любил, ты бы ее не ел, ты бы ее отпустил, да? То есть ты любишь себя, когда ты ешь рыбу. И то же самое в отношениях к себе и в отношениях с ближним. То есть если ты любишь ближнего, ты ему даешь для того, чтобы ему было хорошо, независимо от того, как бы умеет ли он давать тебе это хорошо. Теперь и тут у человека, который мыслит, привык мыслить, воспитан в материалистическом мировоззрении, возникает вопрос. То есть если ты постоянно отдаешь, то как ты будешь пополняться, да? То есть ты вымотаешься, и все, и ты закончился, опустошился. На самом деле получается так, что так создан наш мир, что Творец говорит, что тот, кто для других делает, тому я даю, да? То есть жизнь у такого человека, если он это действительно искренне делает, складывается таким образом, что сколько он не дает, у него почему-то все время есть, да? Да. Теперь в пору своей юности я очень увлекался биоэнергией, экстрасенсорикой. И то, что меня в какой-то момент остановило от занятий этим, я потом продолжил, но в какой-то момент меня остановило. Я начинал, учился в 17 лет у Джуны Давидашвили, если вы слышали, такая была легендарная женщина. Вот, помогла очень большому количеству людей, она меня пригласила работать с ней, я недолго с ней сотрудничал, уехал в Израиль уже. Но вот начинал с ней, и я видел, что мои знакомые, с которыми я общался, которым тоже было интересно, энергии, да, какая-то вот начальная духовность такая, почему-то, чем больше человек пытался помогать другим людям и лечил, тем больше у него становилась проблема самого и с его здоровьем. И меня это напугало, я как-то так приостановился в этом направлении. Но потом, когда я стал учиться со своими учителями, раввинами, мне мой учитель Раф Свирский объяснил, что ошибка большинства, подавляющего большинства людей, которые пытаются лечить других людей, как-то помогать другим людям, что человек думает, вот я обладаю какими-то способностями, я сейчас тебе помогу, да, я там направляю на тебя какую-то энергию, я тебя лечу. И творец говорит в такой момент человеку, что ты думаешь, что ты лечишь, ну лечи. Есть такой анекдот, я очень люблю, когда ученые уже дошли до такого уровня, что тоже из праха земного смогли создать человека и вызывают Творца на соревнования. Говорят, Творец, вот мы теперь тоже можем создать человека, давай посоревнуемся. Творец говорит, хорошо, из чего вы будете его создавать? Они говорят, ну как, из праха? Говорят, а из какого праха? Ну как, вон прах земной, полно его. Говорят, нет, это тот прах, который мой, который я создал. Вы сначала прах создайте, а потом будете из него создавать человека. То есть, когда человек думает, что он все может, да, то происходит зацикливание. Какое зацикливание? Наши мысли, они умеют материализоваться, они всегда материализуются. Только у кого-то сильнее, у кого-то менее явно. И материализуются они в то, о чем ты думаешь. То есть, если человек говорит, я могу, что происходит? Он может не знать, что он зависим от Творца, и Творец постоянно питает его и дает ему все, что ему необходимо. И получается, что человек как бы закрывается в капсулу такую. Творец говорит, ты можешь? Да, пожалуйста. Вот давай, ты без меня сам, пожалуйста. Как мы часто детям, когда ребенок говорит, я хочу сам. Хочу сам, да, я сам. Ну на, попробуй сам. Он пробует, иногда получается, иногда не получается, и тогда он поворачивается и просит помощи. Вот. И так же человек говорит, я хочу сам. Творец говорит, попробуй сам. И что происходит? Если этот человек очень активный, он там лечит, он помогает, колоссальные ресурсы нужны для этого. Человек начинает работать на своей внутренней энергии, то есть он становится как батарейка. А мы с вами знаем, что любая батарейка, она заканчивается. Ее нужно подзаряжать. А такой человек не успевает подзаряжаться, потому что отдавая много другим и не умея получать, ты просто истощаешься. И разумеется, человек начинает чувствовать себя, не дай бог, плохо, и у него начинаются какие-то проблемы. Не про кого будет сказано. Так вот, как избежать этой ситуации? Я имею в виду не только там, когда человек пытается кому-то очень активно помогать, лечить, воздействовать и так далее. Это так же в наших семейных отношениях. Очень часто, особенно женщины, говорят, я там и на работу приду, и еще дома вторую смену у Мартена отрабатываю и так далее. Я очень устаю. как сделать так, чтобы не было этой усталости, чтобы постоянно пополняться энергией. Божественная энергия — это энергия любви. Почему я так смею заявлять? Потому что та энергия, которую Творец дает в мир, он ее дает абсолютно бескорыстно для того, чтобы мир, и мы с вами в том числе, могли существовать. И мы с вами не просто существовать, а мы еще хотим очень хорошо существовать, жить в радости и счастьи. И Творец дает нам, мы ничего не можем дать ему взамен. Единственное, что мы можем дать ему, даже не взамен, а мы можем получать эту энергию, не мешать ему давать эту энергию нам, получать ее. Но для этого нужно уметь ее получать. То есть мы ее как-то получаем, чтобы выживать, но мы ее не получаем на том уровне, на котором бы мы могли бы ее получать. Я всегда привожу пример, что человек может сидеть на необитаемом острове, и там ему кто-то привозит какую-то провизию, ему нужно чем-то заплатить, а ему нечем. А оказывается, весь этот остров, он просто золотой такой огромный слиток, скала. То есть человек не знает о своих возможностях и о своих ресурсах. Теперь, в чем наши ресурсы? Наши ресурсы в том, что в первую очередь мы должны понимать, что все, что нам нужно в жизни, есть кто-то Всевышний, который нам дает. Люди говорят, я верю, я не верю. Я могу это объяснить с точки зрения физики, мы уже это говорили в первой лекции, химии и так далее. То есть идет закон сохранения энергии, используется. То есть ты что-то отдаешь для того, чтобы продолжать функционировать нормально, ты должен что-то получить или должна. Откуда это получать и как? И вот мы говорим с вами о том, что в принципе то, что нам творец дает, это любовь. Почему? Потому что он дает нам это бескорыстно, безвозмездно. Это что-то хорошее, что нам необходимо, как необходимо любому человеку, чтобы вы любили. И я слышал о том, что в нацистской Германии проводились, ну вы знаете, разные эксперименты на людях, на психике. И вот на грудных детях проводили эксперименты, их кормили, их поили, за ними ухаживали, но к ним не проявляли никаких эмоций. То есть было вот тем, кто ухаживал за детьми, запрещено улыбаться, запрещено прижать, погладить, проявить какую-то эмоцию. И дети не выживали. Хотя их кормили нормально, то есть кормили, ухаживали, меняли им пеленки, купали. Все было нормально, все делали, что нужно маленькому ребенку, кроме проявления эмоций. Дети не выживали. Вот такое я слышал. Я не видел подтверждения этому, но мне это слышится очень реальным. Потому что даже взрослые люди, особенно женщины, потому что женщины более чувствительные, если женщина не получает эмоционального тепла, внимания, то она начинает об этом заявлять. Кто-то громче, кто-то тише, но за вами не заржавеет. То есть нам всем хочется этого внимания, этого тепла. И это тепло, это и есть божественная любовь. Теперь божественная любовь, я даже смею заявлять, что это божественная любовь, это архетипная энергия, из которой выходят абсолютно все остальные виды энергии, которые существуют в нашем мире. И энергия любви — это энергия либо созидания, либо разрушения. Почему? Если вы помните сюжет про Адама и Еву, то когда они съели запретный плод, они устыдились, они начали прикрывать свое тело, прикрывать свою ноготу. Об этом можно рассказывать до бесконечности, это очень интересная тема. Но мы вкратце просто объясним, а чего они вдруг застеснялись. То они ходили обнаженные абсолютно, и вдруг они начали стесняться. Чего? Плод, который они съели с дерева познания добра и зла, это в принципе используются здесь образы какого-то плода. В христианской традиции это опустилось до яблока. На самом деле там все гораздо сложнее, сейчас не будем в это входить. Но этот плод — это как, скажем так, информационный файл, который люди получили вследствие неправильного действия. И то, что они поняли, что вот это энергия созидания, энергия любви. Почему она энергия созидания? Потому что из ничего создается новая жизнь. То есть из энергии любви, которая проявляется как квинтэссенция в виде сексуальности, создается новая жизнь. То есть из двух, если кто-то, кто учил, кто знает, половые клетки, сперматозоид, яйцеклетка, у них даже нет полного набора, хромосомного, там половинный набор. Так вот, из этих двух клеток, из ничего, не малюсенькие клеточки, получается целый человек, который растет, развивается, учится, понимает, влияет на мир, меняет мир и становится сотворцом, с творцом всего мироздания. То есть Творец этого от нас ждет, чтобы мы вместе с ним улучшали мир. Так вот, вернемся к Адаму и Еве. Что с ними произошло? Съев вот этот запретный плод, то есть посмотрев на реальность под тем углом, под которым им еще рано было, они всего 40 минут не дождались, когда им можно было бы уже есть этот плод. Посмотрев на реальность под тем углом, который они еще не способны были переварить, они вызвали нарушения и разрушения, которые вот до сегодняшнего дня мы как бы расхлебываем. Теперь, а в чем было нарушение и разрушение? Они поняли, что вот этой энергии любви равно энергия созидания, энергия сексуальности, можно не только создавать новую жизнь, но и можно тотально разрушаться. Мы с вами видим, что максимально человек себя может разрушить именно через безграничное и негармоничное проявление своей сексуальности, как мужчины, так и женщины. Теперь, как гармонично научиться воспринимать эту энергию? Во-первых, нужно не просто хотеть ее принять, а разрешать себе ее принять и создать себе для этого какие-то условия. Я сегодня к вам шел, планировал, что я вам буду рассказывать, и увидел такой пример, как разрешать себе и как создавать для себя приемлемые условия. Увидел моя 10-месячная внучка, она сидела на стульчике в комбинезоне еще, ее дочка моя принесла в комбинезоне, вот в зимнем еще. Знаете, они как снеговики, она не может двигаться в нем. И я положил перед ней кусочек яблока, она уже грозет его. И она видит это яблоко, она знает, что это вкусно. Она не может руками подвинуть, не может его взять. Она начинает так нагибаться, она согнуться тоже не может. То есть она знает, что она это хочет, она может это принять, но у нее в данный момент есть какие-то помехи, которые мешают ей это принять. Теперь мы с вами точно так же. Мы взрослые, умные люди. Особенно женщины точно знают, как они хотят быть счастливы. У мужчин это немножко по-другому. И мужчина тоже хочет быть счастливым, но его чаще всего занимают другие вещи, более базисные. Женщина создана, также в самом начале то рассказано, что женщина была создана помощником, который напротив мужчины. То есть, или можно перевести не напротив, а против мужчины. Сказано так, помощником или против. И наши мудрецы говорят, что в зависимости от того, как ты будешь к своей женщине относиться. Если ты к ней относишься так, что она счастлива с тобой, то она будет тебе помощником. А если наоборот, то хавайся. Кто не спрятался, она не виновата. И сказано поэтому, что женщина созидает, и женщина разрушает. То есть, что мужчина голова, а женщина шея. Это как бы, да, куда шея поворачивается, туда поворачивается. То есть, женщина знает, что как можно повлиять на мужа, и как можно направлять мужа. И поэтому очень во многом от женщины зависит, насколько муж преуспевает в жизни. Потому что, если жена дает мудрые советы, то, соответственно, он больше преуспевает, чем если женщина ведет себя неправильно. А что значит неправильно? Неправильно, во-первых, самый большой враг семейного счастья, это вот политика обид. Да, когда вот я на тебя обиделся, ты больше не разговаривал. Не хочу с тобой разговаривать, вообще вот молчу. Вот. Такие вот, это очень разрушительно, это никогда не созидательно. И можно спросить, а почему люди тогда так себя ведут? А потому что человек не знает, как по-другому себя вести, он должен как-то выразить свое недовольство. И вот, к сожалению, выражает так. На самом деле, мы созданы, сказано, что творец создавал сначала неживую природу, потом растительную природу, потом живую природу, животных, птиц, насекомых и так далее, а потом создал человека и назвал его человек говорящий. То есть, то, что нас определяет, это наше умение говорить, а значит общаться. Представьте, сколько нам дает вот эта возможность, что мы можем говорить. Опять же, мы можем говорить так, что это будет созидательно, и можем сказать так ранить словом, больше, чем оружием, да? Не дай бог. И когда вот я учился искусству психотерапии у своего учителя, Раос Вирского, несколько лет у меня ушло на то, что он меня тренировал, как правильно строить, быстро нужно уметь построить свою фразу, чтобы сказать человеку то, что ему нужно сказать, иногда что-то негативное, но сказать так, чтобы не ранить человека, чтобы человек это воспринял как конструктивное какое-то позыв и предложение меняться и совершенствоваться. это, в принципе, несложно, но как всему нужно учиться. Сложно, безусловно, сложно, потому что мы не привыкли. Когда ты себя к этому приучаешь, то это становится несложно. Я вот работаю с семейными парами часто, и приехала одна пара из Америки, я им что-то объяснял, и там муж явно был неправ. Я ему старался это объяснить, он очень такой бизнесмен, очень крупный, он вообще не привык, чтобы ему что-то говорили, он всем раздает указания. Он говорит, Александр, как вот вы, вы потрясающий, он мудрый человек, он говорит, как вы потрясающий, сейчас вот вы меня просто размазали, показали мне, какая я тварь по отношению к своей жене, ну, разумеется, этого не делает, так он воспринял. Он говорит, но вы знаете, у меня появилось желание меняться. Говорит, это уникально, конечно. Ну, во-первых, что у него желание появилось меняться, и что он вообще от кого-то готов принимать какие-то указания. То есть все можно сказать так, чтобы никого не обижать, и чтобы тебя услышали. А когда человек начинает играть вот в эту вот итальянскую забастовку, когда вроде бы ты присутствуешь, но ты абсолютно отключен. то есть, к сожалению, часто очень мужчина это использует. В психологии это называется stonewalling, то есть каменная стена. Вот женщина там высказывает свои какие-то претензии, и вот в чувствах, а он стоит так. Ну, давай, ну, пожалуйста. Тебе никто микрофон не отбирает. И человек это еще больше бесит, да, то есть того, кто пытается достучаться. Потому что ты понимаешь, что тебя просто вот игнорируют на месте. И в этом есть нарушение, как бы, законов, о которых творец нам заповедовал, потому что нельзя причинять боль словами. Просто запрещено. Нельзя, например, критиковать человека, унижая его достоинства. Да, то есть можно говорить о том, что там ты совершил неправильный, дурацкий поступок, но сказать тебе, что ты дурак, что ты так поступил, это неправильно. Почему это неправильно? Потому что основой каждого из нас с вами является наша божественная душа. А божественная душа это очень такое сокровенное проявление самого Всевышнего в нашем мире. И сказать, что проявление Всевышнего дурак, это просто безграмотность, да, и непонимание того, как устроен мир. Потому что Всевышний, он целостный и абсолютно совершенен. И такие его проявления, очень яркие его проявления, самые, можно сказать, наверное, яркие проявления для нас, это наши души, они являются проявлением этого совершенства. Поэтому сказать, что это душа, дурак, а значит несовершенно, это просто неправильно. Так вот, человек должен говорить и говорить так, чтобы не обижать никого вокруг. Кстати, подшучивать друг над другом, да, особенно подшучивать над кем-то в окружении других людей, когда вот над человеком смеются. Если это по-доброму, да, то есть он, мы смеемся вместе, да, не над тобой, а вместе с тобой. Это одно. Когда человека унижают, сказано, что тот, кто приводит к тому, что человек бледнеет от стыда, то, как бы, он его убивает. То есть тот, кто к этому приводит, он убивает этого человека. Это смерти подобно. И сказано, что также в этот момент тому, кого вот так вот унижают, ему в этот момент прощаются все грехи. Каким образом? Они просто переходят на того, кто обижает. Да? Представляете себе, вот насколько вот просто незнание закона, которое не освобождает от ответственности, сколько может на голову человека сделать проблем. Так вот, когда мы себе говорим, мы себе говорим, что я божественная душа, это моя сущность, да, а что это значит? Это значит, что в своей сути я совершенен. Но у меня есть моя физическая часть, у меня есть мой разум, которые недополучили информацию не потому, что я не хотел, а потому, что мне ее не дали, потому, что не было того, кто поделился бы этой информацией, как вот сейчас мы с вами с Божьей помощью делимся. И поэтому я не понимаю, что по своей сути я совершенство. Это не значит, что я должна или должен возгордиться, да, как вот есть люди, которые внешне очень совершенно красивые, особенно девушки, да, и она как бы вот так очень гордая, с наглой мордой о себе она говорит, то есть она считает, что вот она что-то особенное и привилегированное, а рядом ее подружка, которая внешне может быть не так совершенно, она, значит, третий сорт. И это неправильно, ну, мы с вами знаем, что это неправильно, потому что, потому что каждый из нас душа, и то, что первая барышня настолько красавица, в этом никакой ее заслуги нет. Творец ее создал такой. Кстати, почему творец нас создает какими-то вот такими или другими, почему мы все такие разные, и каждый вот какой-то особенный, потому что творец нас создает такими и в таких условиях, в которых нашей душе будет максимально легко и эффективно проработать то, ради чего она пришла в этот мир. Наша душа приходит в этот мир что-то исправлять. И вот мы создаемся такими, кстати, наши души выбирают родители, и то, что говорят, что родители не выбирают, опять говорят же, безграмотные люди. На самом деле наша душа выбирает себе родителей за 40 дней до зачатия. Представляете, то есть в наше время родители могут быть еще даже незнакомы. Но бывает такое. Да? Есть такой анекдот, как один говорит, а я помню, как вот мне было, как я пополз, мне было там полгода, и я пополз. Второй говорит, а я помню, как вот я рождался. А третий говорит, а я помню, как я пришел на дискотеку с папой, а ушел с мамой. Понимаете? То есть это наша реальность, но реальность нашего времени. Дай бог, не наша реальность, но реальность нашего времени. Поэтому как бы люди вроде бы ничего не планировали, да? А на небесах уже все спланировано. И сказано, что за 40 дней до зачатия на небесах особый такой божественный голос объявляет, что вот сейчас в этот мир идет душа, а эта душа уже выбрала себе родителей. И именно таких родителей, с которыми, преодолевая все сложности и трудности, она сможет как бы выкристаливаться, да? и очиститься от всего, от того, от чего нужно. И с теми друзьями, и с теми учителями, и с теми коллегами по работе, с которыми эта душа будет общаться и на учебе, и на работе, где угодно. Только ради того, чтобы пройти те исправления, которые нужно пройти, чтобы очиститься. И вот за 40 дней до зачатия голос объявляет, что эта душа идет в этот мир и объявляет, кто будет истинной парой этой души. То есть уже даже кто будет мужем или женой этой пары. Представляете? То есть мы просто даже себе до конца не можем представить и осознать, насколько все ходы записаны и все как бы уже понятно в этом мире. Единственное, что у нас просто не хватает информации о том, как устроен этот мир. Теперь и и